Теория и практика 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 Взять книгу правил и хорошенько ее прочитать. А она, ну в принципе, что там ее читать-то, да книга правил. Ну, что там, книжечка. Нет, на самом деле, давай не будем пугать зрителей. Книга правил. Здесь, смотрите, она, сколько здесь, 432 страницы вместе с титульным листом. Большая часть картинок. Большая часть картинок и Флаффа, то есть Бека, там, из истории вселенной. Для тех, кто не знает, что такое Бек и Флафф, это история, чтобы вы знали, во что вы играли, чтобы вы не было шахматами, чтобы вы понимали, какие подвиги когда-либо совершала ваша, не знаю, раса, ваша армия. Ну да, еще вот красивые картинки оружия-краник. Правила снимает всего лишь 100 страниц. Но на самом деле там тоже большинство картинок. Да, в стартерах есть маленькая книга правил. Диетическая. Диетическая. Так как вы не сможете вы себе правила выучить. Сам их очень долго запоминал, на самом деле. Да, да, и до сих пор, до сих пор, то есть, сколько ты играешь уже в Warhammer? Года три, наверное. Чуть-чуть там больше. Я то, что четыре играю, и все равно, рано или поздно, бывает игрок, а что-нибудь забываешь. И реально вот лезешь в книжку смотреть. Но, как правило, это касается только тех правил, с которыми ваша армия редко сталкивается. То есть, ваши юники, допустим, этих правил не пользуются, в принципе, да, и так далее. Здесь в момент еще он заключается. Самое главное. По возможности лучше найти себе деятельскую книжечку и рассказать ее с собой. Ну, не всегда же это удачный этот кирпич. Ну да. А там, там только правила. Открыл, посмотрел, ага, попадаю на три плюс. Да. Все. Да. С чего же, собственно, начать ваш первый настольный бой, Вархаммер? Сначала... С выбора армии. Да, с выбора армии. Для начала вам нужно определиться с тем, какой армией вы будете играть. Кстати, нередко народ спрашивает. Вот, в прошлом подкасте у нас был парень, который спрашивал. Все-таки, ИГ-космоволки или ИГ-криггерцы? Со Снотлингер. Со Снотлингер, да. Не надо перебираться, не надо искать Павера. Опять же, меня спрашивали, как можно любить и фанатеть от хаоса, когда эта игра про космические десантники? В Dawn of War играл, ну, как бы, там, соисториями на проник. Не надо себя этим ограничивать. Вархаммер колоссальная вселенная, по которой написано несколько сот художественных книг, уже шесть редакций правил, невероятное количество кодексов, и постоянно эта вселенная растет, ширится, она очень глубокая, она не ограничивается игрой Dawn of War. Dawn of War это маленькая лишь толика, причем не совсем правильно отображающая вселенную и так далее. Поэтому откройте для себя Вархаммер сами, и так будет значительно интереснее. Так вот, сначала определите сами. То есть, допустим, я для себя выбрал ультрамаринов уже давным-давно, потому что... Лицо Вархаммера, можно сказать. Да, лицо. Они очень долгое время были лицом Вархаммера, теперь уже, наверное, темные ангелы лицо Вархаммера. Я думаю, что ультрамарины как были, так и останутся. Темные ангелы, ну, да. Ну, на обложках на всех, да, там, смотри, здесь они. Потому что про них вышел Старк. Да, про них вышел Старк, согласен. Вот, я, собственно, выбрал все ультрамаринов. Почему? Потому что, как ни странно, мне нравится их Бэк. Но, так как я играю космодесантом с конца четвертой редакции, тогда Бэк был немного другой, и вообще это был... Ну, не Варт писал, а писал Макнил. И ультрамарины были более такие, как бы, приземленные. В Варт их, конечно, изобразил, как таких, прям, вот, прям, совсем идеальных. А еще у вас есть демонические паровозы. А, так, блядь, опять он об этом. Кстати, я тут писал Макнил, да, как ни странно, демонические паровозы, да. И, что самое веселое, я играю на четвертую роту. Ну, по крайней мере, начинал с четвертой роты, потом плавно перешел на, в основном, на первую, то есть у меня теперь больше юнитов из первой роты. И у меня есть... Предатель. У меня есть капитан Вентрис. Урил. Урил, да, Урил Вентрис. И я, в общем-то, начинал с этого. Потому что мне нравится Бэк, потому что мне нравится, что ультрамарины дисциплинированные, честные, честные, правильные, храбрые, смелые... И скучные. Нет. Да-да. Нет. Они не скучные. Это, я считаю, этот орден более всех похож на настоящих десантников. Почему? Ну, в смысле, на то, как их задумывал император, да? Потому что они... Идеальный десантник. Идеальный десантник, да. Они до сих пор следуют всем тем постулатам, которые возложил император на них. Ну, наверное, не император, а Желеман уже впоследствии. Ну, Гелеман, да. Потому что мы не будем грузить людей. Подробности они захотят. Короче, каждый выбирает для себя сам. Ты играешь за Хаос. Я играю за детей императоров. За детей императоров. Для меня, в данном случае, это принципиально, и от большинства кодексов, если жестко следовать Бэку, как таковому, приходится во многом ограничивать. Я себя ограничиваю. У меня армия, поклоняющаяся Богу удовольствия. Удовольствие, это не только то, о чем обычно вы думаете при этом, товарищи. Да. Это ребята отвязные, которые, в принципе, являются отчасти противоположностью вам-то, в общем-то. Да, полку. Потому что, в общем-то, вот этот просчет, там, что там у них, раз, какая разница, пошли убивать их все. А потом, нет, раз сначала отпразднуем, потом убьем, а потом еще раз отпразднуем. А потом изнасилуем то, что осталось. От кого? От убежденных врагов. Договорились. Да, отлично. Вот, видите, у каждого своя мотивация, кому какая армия близка по духу, я считаю, вот от этого надо плясать. Опять же, можно плясать от визуальной составляющей армии, то есть вот вас прет, как выбить книги, да, то есть как эта армия вообще изображена. Это тоже отлично, поскольку начать играть, потому что, как правило, если вам нравится внешний вид армии, то вам понравится и бэк, потому что бэк точно вот прям сопряжен с внешним видом этой армии. У всех очень хорош, каждая армия, она прописана настолько глубоко, если лезть, я, например, не могу сказать сто процентов уверенности, что я бэкс, вот просто детей императора. Знаешь, ну, не знаю, что нет каких-то черных пятен, про которые вот я услышу и скажу, а, я все знаю. Да нет, да все равно все что-нибудь всплывет. И там, и про примарха, про моего, и про истории какие-то. Все всегда открывается заново. Да. С другой стороны, вы можете, если вы начнете играть космодесантников, это же не только ультрамарин. Вы можете придумать и свой уровень со своими героями, со своими историями, что тоже интересно. Да, мы с Сергеем как бы причисляемся к числу бэковых игроков, потому что мы следуем определенным ограничениям самопоставленным. В чем суть, то что, например, вот я играю за ультрамаринов, использую в игре только ультрамариновских персонажей. То есть, например, если я использую именных персонажей, то только персонажи ультры. То есть я не использую... Сколько у вас их там? У нас их большинство. У нас Калгар, у нас Кассиус, у нас Телеон, да, Телеон, потом... Ну, да, так далее. У нас он только один. У нас есть Люций. Нет, есть еще Фаби, он тоже как бы наш, но там с ним свои заморочки. Хаос он такой непостоянный. Допустим, Сережа себя ограничивает немножко иначе. Он ограничивает себя тем, что он берет исключительно марку Сланиши для своих хаоситов. Или вообще никакой марки. Ну, да, периодически приходится так делать. Потому что никаких Харнатов, Дзенщитов, а там бывает... Тем более Нурглитов. Нурглитов, которые сейчас БК-миньки. Памер абсолютно. Да, да, БК-миньки. Смотрите, что вам понадобится. Все ростеры... Что такое ростер? Ростер это список вашей армии, которой вы будете играть. Он включает в себя, ну, перечисление всех юнитов, да, то есть моделей, которые у вас играют. Это список все-таки это кодекс. А тут именно состав... Нет, именно состав конкретно твоей армии, да. Это вот твой ростер. На данный момент. На данный момент, на данный бой. Он отражает, собственно, все модели, которые у вас есть. То есть они там все будут написаны. И, соответственно, вооружение, которое они используют. Потому что, ну, есть вооружение стоковое, которое идет вместе с этим юнитом. И есть вооружение, ну, дополнительный варгит, который покупает за дополнительные очки. То есть, например, мы вот такие собрались с Серегой и порешили. Серега, давай мы сегодня сыграем на 750 очков. Он сказал, окей. Конечно, что там. Вот. И, собственно, он пошел писать свой ростер, я пошел писать свой ростер. Мы написали ростер на 750 очков. Итак, как это сделать? Каждый ростер, вы можете представлять, как угодно. Единственное ограничение, то, что в нем должен быть минимум один командный юнит. Для меня это сегодня, например, вот капитан космодесанта. Урель Вентрис. Да, да, собственно, Урель Вентрис. И два трупсовых отряда. Что такое трупсовый отряд? Это основные отряды вашей армии. Это пехота. Пехота, то есть это такая, собственно, главное ядро вашего войска. У меня сегодня это скауты, то есть это разведчики космодесанта. Два отряда. Все остальные слоты, так как юниты делятся на слоты, вы уже выбираете сами, что брать, что не брать, сколько брать. Однако тоже есть небольшое ограничение. Например, командные юниты, вот как мой капитан, их можно брать от одного до двух в армии. Если вы играете больше, чем на, ну, в общем, на две тысячи и больше, то вы можете, то вы вот эти ограничения удваиваете, ну, собственно, на два. Но это не у всех армии. Те же самые космодесанта в слот могут брать двух, например. Все зависит от кодекса, да. Но это вы уже узнаете сами, когда конкретно выберете армию, почитаете ее кодекс. Соответственно, трупсовые основные подразделения идут от двух до шести, да. То есть, соответственно, если двойной фок, если вы играете на две тысячи или более, то, соответственно, от четырех до двенадцати, да. То есть это вообще колоссальное количество. Элитные слоты от нуля до трех, то есть вы не обязаны брать элиту, но можете взять, собственно, до трех штук, да. Потом есть слот... Соответственно, это более крупные отряды, которые уже специализированные. Это, как правило, более дорогие, самые крутые отряды в армии. Ну, не всегда они прям специализированные, не всегда крутые, но, как правило, как правило, это такие отряды, да. Потом отряды тяжелой поддержки, их тоже от нуля до трех. Это, как правило, всякие танки, взвод тяжелого вооружения и прочее, прочее, прочее. Отряды легкой поддержки, тоже от нуля до трех. Ну, зачастую это всякие... Быстрые отряды. Быстрые, да. Мотоциклы. Мотоциклы, спидеры. Вот, например, вот такие вот ребята великолепные. Да, прыжковый пехот зачастую и так далее. Все опять же зависит от кодекса, потому что у всех немножко по-разному. У Кровых Ангелов, например, это основной атака, а у меня это быстрая атака. По-моему, вообще вы ее редко используете, если вы не измерили. У нас есть еще фортификация. Фортификация, да. Фортификация это... От нуля до одного. От нуля до одного, да, это укрепления различные. Как вы могли, наверняка, в шестом эпизоде я использовал Форсов Редемшн, который на сегодня просто так служит террейном. Вот один... Его сломали. Да, сломали. Касситы потом после боя прибежали, разобрали. Он использовал линии обороны и гиды. Так вот, вы составили свой ростер, вы готовы играть. Да, но для начала для того, чтобы нужны будут миньки. Миньки, нет, ну, конечно, конечно, это логично. С чего начать? С чего начать, да. Взять, например, стартер, если вам нравятся Космодесант Хаос или Тёмные Ангелы, да, вот в текущем стартере. Собственно, у меня здесь огромное количество миниатюр, вот, в данном ростере. И стартер. Почти все. Ну, почти. Он просто усиленно. Усиленно, да, расширенный стартер. Также у каждой армии есть свой замечательный набор под названием Battle Force. Battle Force содержит в себе отличную подборку миниатюр, которые составят ядро вашей начинающей армии, которое впоследствии потом уже проще будет расширять. Он, кстати, дешевле, чем эти же отдельно. Да, и он дешевле, выгоняй, покупать, чем те же самые юниты по отдельности, потому что, поверьте мне, все модели из Battle Force вы наверняка купите рано или поздно, поэтому... Я купил. Да. Battle Force это практически готовая армия, и за единственным исключением туда надо добавить HQ. Командира. Командира, да. И все, в принципе, можно уже играть. Взяли себе или Battle Force, или стартер, у вас есть миньки, вы их собрали, покрасили, возможно. Или нет. Или нет. В домашних играх, вот у меня, опять же, не покрас. Да, но потому что ты их крашешь сейчас, и у тебя как бы... Да, что-то покрашено, что-то нет. Дальше. Вам понадобится, мне кажется, что... Оппонент. Оппонент, да. Играть самому с собой не очень круто. Потому что некоторые люди жалуются, что а мне не с кем играть, а как мне быть. Для этого есть клубы, для этого есть интернет. И друзья. И самому-то друзья, которых можно... Завлечь. Завлечь. И подсадить. Наше темное дело, да. Да. Товарищ, проникайте в идея Исланеша и подсаживайте всех на эту наркоту. Я считаю, что нет. И считаю, что хаос это низко, это мерзко, и надо быть... У тебя со вкусом плохо. И надо быть. Ты знаешь, я так не буду. Зато я хорошо смотрю. Окей. Покажешь. Потом вам понадобится, конечно, книга правил, кодекс вашей армии, модели, игровой столб, на котором все это будет происходить. Террейн. Террейн. Но это не обязательно. Для первых игр можно и так просто побегать. Мы с книжками все время играли. Да. С книжками расставляли. Можно ставить книжки, диски, коробки, там, все что угодно. В общем, представьте, что вы там... Или у вас какой-то руины города, или может быть небольшая деревня, или вы, может быть, играете просто в каком-то поле там и так далее. То есть там деревья, трава, не знаю. Открытое место тоже бывает. Да. Всякое бывает. Может, в чистом поле вы деретесь. Поэтому все тут зависит от вашего, собственно, благосостояния по террейну и от вашей фантазии и воображения. Соответственно, мы теперь можем переходить к более детальному рассмотрению. То есть мы сейчас поставили стол. Сейчас мы его подробно покажем. Познакомим с нашими армиями, которые... В общем, расскажем, что и чего там каждый отряд может и не может. И потом взглянем на базовую механику Варкамера, посмотрим, что это вообще как и с чем его действие. Да. Первое, что вам нужно знать о ваших миниатюрах, это то, что помимо деления на слоты, которые командные, пехотные и так далее, и тому подобное, они также делятся еще и на типы войск. Пехота. Это самое стандартное, что может быть. В данном случае здесь представлена ультрамарина. Это юнит, не имеющий особых преимуществ перед остальными. Это стандартный вояка, который делает то, что от него хотят. Дальше. Соответственно, у этой пехоты есть подтипы. Это может быть прыжковые. Есть байкеры. Это... Пехота бывает самая разнообразная. Опять же, она имеет свои собственные преимущества. Где-то в скорости, где-то во внезапности, где-то в вооружении. Это нужно все смотреть, пробовать уже на столе. Очень важным моментом в... Не поставьте на столе. Является техника. Которая делится, опять же, на танки. Которая может перевозить вашу пехоту. Может быть просто хорошая орудийная платформа. И шагатель. Шагатель это мобильный юнит. Который имеет очень тяжелое вооружение. Ну и, в общем-то, может неплохо надавать в рукопашки. Я хочу немножко поправить. Сказал, что делится на танки шагателей. Не совсем верно, потому что не все машины танки. То есть, например, ну вот, орочий трак. Это не танк. Да. Это просто машина. То есть, бывает машина, у них может быть подтип танк. Согласен. Или шагатель. Или так далее. То есть, есть техника. Есть техника. Есть шагалки. Да, есть шагалки. Также там бывают скиммеры. То есть, быстрые скиммеры и так далее. Есть нередко встречающиеся на столе. Монстр. Чаще всего это очень толстый, тяжело убиваемый юнит. Который, опять же, одиночка. Который может много чего. Потому что, соответственно, чем больше у тебя юнит, тем больше ему можно дать в зубы. Чего-то. Соответственно, очень часто они мобильные, ввиду того, что имеют крылья. И тяжело убиваемые именно из-за них. Потому что тяжело попасть в летающую цель. Далее. Есть еще один юнит, про который вы забыли. Который в реалиях нашей шестой редакции очень важен. Это флайер. Флайеры отличаются, прежде всего, практически неубиваемостью. Вот Шон помнит, как его разрывало от невозможности просто в него попасть. Быстро и выполняющий свои цели на ура. Флайеры себя чаще всего окупают только в путь. Ну да. Почти все флайеры, на самом деле не почти, абсолютно все флайеры в игре вооружены. Вооружены, как правило, очень хорошо. Попасть по ним обычная пехота может только на шестерку. И так далее. То есть нужно иметь особые правила, которые позволяют стрелять по воздуху, по воздушным целям. Таким как флайеры. С полным баллистиком, о котором мы чуть позже поговорим. Как флайеры и как летающая монстра. Да. Вот. У каждой из этих моделей есть свой собственный профиль. Профиль в самом начале книги правил идет на примере орка и космодезантника. У них есть следующие параметры. Да, ну параметры. Вепон скилл. Это навык рукопашного боя. В чем суть вепон скилла или навык рукопашного боя? Это отражает, насколько хорошо ваша модель обращается с холодным оружием или с чем-то подобным, или с собственными руками и так далее в ближнем бою. Чем этот показатель выше, тем лучше. То есть, например, если сталкиваются две модели, например, вот да, Демон Принц против космического десантника обычного. У Демон Принца у твоего сколько вепон скилл? Девять. Девятый. У моего десантника четвертый. Поэтому есть специальная таблица. Таблица попадания в ближнем бою. Вы найдете в самом конце. В самом конце книги правил. Сейчас ее можете посмотреть. Сейчас мы посмотрим, как она работает наглядно. То есть, например, вот у нас дерется десантник и дерется Демон Принц. В общем, это практически гарантированная смерть для десантника. В чем суть? Смотрите. Ну, их обычно много. Да. У десантника четвертый вепон скилл против девятого вепон скилла у Демон Принца. У Демон Принцессы в нашем случае. Вот мы смотрим. Мы смотрим. Смотрите. Слева, слева, слева показано вепон скилл атакующего. А сверху показан вепон скилл атакуемого. Атакуемого, да. Атакуемой модели. Смотрите. Четыре против девяти. Мы сравниваем. Что получаем? Пять плюс. Пять плюс. То есть, он только при броске на пять плюс может в него попасть. То есть, на пять и шесть. На пять и шесть. Все правильно, да. А смотрите. Если она теперь будет по нему бить девять против четырех. Она будет попадать с трех. С трех. То есть, на три плюс. Это, ну, сами понимаете. Это глобальная разница. Три, четыре, пять, шесть против пяти и шести. Да. Вот это есть вепон скилл. Собственно, больше ни на что он не влияет. Кстати, наверное, самая сложная таблица, которая вообще есть в игре. Да. Она, в принципе, простая. Она, в принципе, простая, да. Но ее нужно просто выучить. Да. Ее нужно выучить. На самом деле, там все достаточно просто. Там алгоритм такой. Если вепон скилл поровну, то это четыре плюс. Если у тебя на один выше, то это уже три плюс. И так далее. А если у тебя в два раза больше плюс один. Да. Значит, по тебе уже бьют с пяти. Да. То на пять плюс. Далее, следующий показатель. Баллистик скилл. Который, обратите внимание, в отличие от рукопашки, не зависит от баллистика противника. Что такое баллистик скилл? Баллистик скилл это навык стрельбы. Модели, допустим, вот у нашего десантника, это тоже четыре. В общем, в принципе, почти все показатели у него четыре. Он такой. Стандарт. Стандарт. Походится. Выше среднего по кодексу Астартес. Итак, как же работает баллистик скилл? Смотрите. У десантника это четыре. Как понять, на какое число он попадает? Берете цифру четыре, вы читаете ее из семи. И вы получаете три плюс. То есть, вы получаете три, соответственно, на три, четыре, пять, шесть он попадает в цель. То есть, как вы понимаете, 66% у десантника попасть в цель с выстрелом. Да, очень хорошо. Это очень хороший, да. То есть, это выше среднего, далеко не у всех моделей в игре такой показатель стрельбы. Как правило, это три. Кстати говоря, показатель выше встречается, если помните, не изменяет, только у каких-то, ну, мегаэлитных юнитов. Да, да. Или у командных, да, у командных персонажей там и так далее. Ну, вот у нее, например, он пять. Пять. То есть, она попадает на два плюс, потому что мы вычитаем пять из семи. Умело бы ей еще с чего стрелять. Это немножко странный алгоритм, почему мы вычитаем, собственно, цифры из семи, если просто можно было бы, например, написать баллистик скилл два плюс, да, например. То есть, ну, в принципе, можно было бы сделать. Это пережитки старых редакций, когда баллистик скилл мог модифицироваться, и поэтому, собственно, вот так это все происходило. Далее, следующий показатель. Дальше. Сила. Сила, то есть, стрельг. Сила, да. Давай мы ее приведем, в пример, вместе со стойкостью. Вместе со стойкостью. Это взаимосвязанные показатели, да. Давайте посмотрим на таблицу соотношения силы и стойкости. Итак, что же такое сила? Сила – это грубая физическая мощь вашей модели. То есть, насколько она сильно может врезать прикладом, я не знаю, укусить, ударить кусачками или что-нибудь еще сделать. Противоестественная и очень болезненная. А стойкость, то есть, пока... Это способность противостоять силе, либо стрелкового оружия, магии, в общем, любому урону. Любому урону, который нанесен какой-то силой. Это, соответственно, показатель... Но сила в данном случае, это исключительно сила рукопашного боя. Да, в данном случае... Это можно учитывать. Да, об оружии мы чуть позже поговорим, как оно работает и так далее. Теперь показатель T-Toughness, то есть, это вот эта стойкость, пресловой, о которой мы только что говорили, как ее называют Games Workshop, теперь толстокожесть. Хотя я исключительно против такой формулировки. Вот, смотрите, у десантника это показатель силы и стойкости равен четырем. Давайте рассмотрим на примере опять демон-принцессы. Ну, давай. Что-то мы сравниваем их, конечно. И десантника, да, опять. Так вот, у нас в смертном бою сошлись демон-принцесса и тактический десантник. Да. Значит, давайте посмотрим. Представим, что сейчас бьет ее он. У него четвертая сила. У нее четвертая сила. У нее стойкость... Пятая. Пятая. То есть, соответственно, глядя по таблице, она практически по той же схеме работает, что и вэпон-скил, против вэпон-скилла. Смотрите, у меня силы четыре. У нее стойкость пять. То есть, я ее буду ранить только на пять плюс в ближнем бою. Да. Вот, пять-шесть. Ну, в принципе, тридцатипроцентный шанс. Там, тридцатитрехпроцентный шанс. Нормально. Но это... Учитывая то, что ты до этого должен был с пяти попасть. Да, еще надо было на пять попасть, потому что у нее высокий эмоцион-скилл. Она бьет. Теперь она бьет. Посмотрим. Сила у нее шестая. Сила шесть против стойкости четыре. Как видно по таблице, это два плюс. То есть, шанс промахнуться очень низко. Шанс нанести рану. Нанести рану. Промахнуться мимо сердца, головы, не знаю. Смерть как бы тех мест, после которых десантник умрет. Да. То есть, для сравнения, у имперского гвардейца сила и стойкость равны трем. Да. У десантника четырем, а вот у демон-принцессы там все сурово. Ну, или, например, Гречен. Сила два, стойкость два. То есть, это совсем хрупкое, слабое, маленькое существо. Но это не всегда помогает, потому что они, как правило, ходят пачками большими. Кстати, есть такое великолепное правило, как немедленная смерть. Да. Как оно работает? Если по вашей модели пришлась рана силой вдвое или более превышающая стойкость. То есть, например... Демон-принц бьет имперского гвардейца. Сила шесть против стойкости три. Это вдвое больше. То есть, соответственно, это убьет модель сразу. Но как это работает? Смотрите, следующий показатель W, wounds, то есть, раны. У большинства моделей в игре этот показатель равен одному. То есть, им достаточно получить одну рану, и после этого они умирают. Вот, например, космическому десантнику. Да. Как ни странно, вы будете удивлены, но вопреки Беку, да, десантник имеет два сердца, три легких. Да. Но у него ребра срощены между собой и так далее, и тому подобное. Но это ему не помогает. Это ему не помогает, потому что от одной раны он в настольном Вархаммере умирает. И даже могучий терминатор от одной раны умирает. Ну, в успехе. К этому мы еще придем. Да, к этому мы придем. А вот Демон Принц, я понимаю, не умирает от одной раны. Вернемся к нашим баранам, вернее, к гвардейцам против Демон Принцессы. Шестая сила по третьей стойкости. Представим, что это был имперский командир, комиссар. Две, три раны и так далее. Соответственно, одна такая рана спишет все раны, которые у него есть. Вне зависимости, сколько есть. То есть модель будет просто порвана в клочья. То есть просто уничтожена, растоптана, испепелена и прочее. Аннигилирована. Чуть подробнее о фазе ближнего боя мы поговорим, соответственно, когда она начнется. Инициатива. Инициатива, да. Я немножко забежал вперед. Что-то я про инициативу-то забыл совсем. Инициатива, показатель А, инишитив, отвечает за скорость движения в ближнем бою. За скорость нанесения ударов. То есть, как это работает? Когда модели сходятся в ближнем бою, допустим, у нас есть Демон Принцесс. Давай поставим еще кого-нибудь. Вот, например, кто у нас там? А, вот моего сержанта с молотком. Давай, сержанта с молотком. Сержант с молотком? Он пришел помогать своему брату боевому. Ты так его поставил, что такое ощущение, что он решил ему помочь, избавив его от жизни, если был их грозовым молотом, как бы. Вот так вот, красивенько все сделаю. Да. А она на них. Да. Посмотрим теперь на инициативу. У нас есть Демон Принцесса с инициативой. Восемь. Два космодесантника с инициативой четыре. Но у сержанта, который вот в красном шлеме, если его сейчас ко мне повернут. Давай. Ай. Сержант космического десанта, у которого грозовой молот, в смысле, громовой молот. Я не помню, как это было. Громовой молот. Да, гроза гром, в общем-то, как бы там недалеко ушло. В общем, молот понижает его инициативу до одного. До первой инициативы. Потому что он бьет последний. В любом случае. Вместе со всеми остальными неудачниками, у которых первая инициатива. Да, то есть, смотрите, теперь в порядке инициатив, инициативы от самой большой до самой маленькой. Сначала бьет демон Принцесса. Да. Если каким-то чудом эти два десантника выживут, потом будет бить обычный боец с четвертой инициативой, и в самом конце будет бить боец с первой. Но... Соответственно, если у вас есть модели с одинаковой инициативой, они бьют одновременно. Потому что он как-то очень дал плохую рекламу своему сержанту. Помимо того, что у него первая инициатива, и он такой весь из себя последний, он обладает двойной силой. Да, этот молот дает ему двойную силу. Да. И Демон Принц с принцессу, вот эту вот, он будет пробивать с двух. На два плюс, да. То есть, в большую вероятность, он может ее даже убить. Если попадет... Если попадет. Да, то пробивать он ее будет очень жестко, очень больно. Да. И вот все все поломают. Следующий показатель атаки. Эй. Очень простой показатель. Как вы видите, профили моделей наследованы из ФБ, поэтому здесь очень много завязано на ближнем бою. Вот до сих пор, да, даже вот в 40К, это наследие ФБ. Это очень простой показатель, он просто показывает, сколько атак, то есть, сколько кубиков ваша модель кидает в ближнем бою. Вот и все. То есть, собственно, ничего сложного. Если три, то это три. Сколько атак это произойдет? У обычного бойца одна атака. У сержанта две. У сержанта две. У сержанта две. Также, если вы первые кинулись в ближний бой, то вы получаете плюс одну атаку для каждой модели, которая кинулась в ближний бой. Да, ну потому что на прорыв они... На прорыв они там даст разбегу, все такое. У демон-принца у нас пять атак. Вот. Но, если вдруг, обратите внимание, у этого парня, или, например, вот, приведем вот такой пример. Мотоциклист, у которого есть одновременно оружие ближнего боя и пистолет. И пистолет. То за пистолет, вернее, даже за... За комбинацию двух. За комбинацию. Получаете еще плюс одну атаку. Все правильно. Если у вас есть оружие ближнего боя плюс пистолет, то вы получаете плюс одну атаку. Также, если у вас два вида оружия одинакового ближнего боя. Два типа одинакового. То есть, например, два цепных меча, вы тоже получите плюс одну атаку. Наверное, не два цепных меча, а, например, силовой топор... И силовой меч. Да. Или когти и кулак. Да. Они просто между собой, как, например, когти и кулак, они с пистолетом вместе не работают. Только силовое оружие, как меч, топор, булава и обычный СЦВ. Да. Клоуского батуика. Да. Лидерство модели. Что же это такое? Лидерство – это фактически смелость вашей модели непосредственно. То, насколько ваша модель способна... Насколько она легко переживает смерть боевого брата или там... Какие-то происки демонов хаоса. Да, да. Еще что-то. Очень часто вас будет заставлять проходить тест на лидерство. Какой у тебя лидерство? У моего космического десантника обычного лидерство. У сержанта, который идет вместе с ним? Девяти. А если они идут вместе? До девяти у них у обоих. Да. То идет максимальный. Да. У моего Димона Принц, кстати, он тоже девятый. Да. А у Колдуна десятый. Колдуна десятый. Он действительно храбрый. Это максимальный показатель лидерства в игре. Да. Но, при этом при всем, есть еще одно количество правил, которые могут обходить лидерство. Как, например, вот абсолютно бесстрашное, отступающее, возвращающееся. Да, неведая страха. Об этом вы можете прочитать, поиграя за космодесант. Собственно, можете прочитать в кодексе. Сегодня, если до этого дойдет, я обязательно расскажу об этом. Но в том плане, чтобы люди знали, что бывает и такое. Один показатель остался. Один из самых важных, обратим внимание. Да. Расскажите. Это спас-бросок. Да. Давайте посмотрим на дизайнера. Что мы на нем видим? Прежде всего, это огромный доспех во всего дизайнера. Да. Силовая броня. Силовая броня. И посмотрим на культистку. На ней, в общем-то, доспеха практически нет. Да. То есть, спас-бросок и доспехи у нее, в общем-то, будет. Потому что мало ли где там у нее спрятан какой-нибудь, не знаю, монетка счастливая. Или что-то. Или фляжка лежит в кармане. Которая может отразить там самые слабые удары, которые не имеют правила пробивания доспеха. Ну да. У него... Соответственно, у нее спас-бросок 6 плюс. 6 плюс. Да. Потому что это самый маленький. Такой же обычно есть у орков, например. Есть даже некоторые юниты вообще без доспеха. Да. Абсолютно нормально встречаются. У десантника этот спас-бросок 3 плюс. 3 плюс. Это очень много. Это очень хороший спас-бросок. Да. Мы можем привести пример терминатора. Правда, он не покрашен. Могли бы покрашеного взять, но вот мы поленились. Но за ним уже тянуться. Поленились. Да. Вот это терминатор. Да. У терминатора доспехи самые крепкие в игре. Это спас-бросок 2 плюс. То есть, если оружие не игнорирует данный доспех, вы проваливаете. Вы получаете свою рану. Только если кинули единицу. Только если бросили единичку. Бросить единичку, в общем-то, в игре можно, но, как вы понимаете, шанс на это не очень велик. Но сложно. Но сложно. Но некоторое оружие имеет правило игнорирования доспеха. Да. И в таком случае всплывает еще один... Дополнительный спас-бросок. Да. Называется инвульд в народе. Инвулнерабл сейф, непробиваемый спас-бросок. Да. Есть он далеко не у всех. Это только достаточно редкий спас-бросок, который... Да. У терминаторов, кстати, он есть. Да. У всех терминаторов он встроенный, и он равен 5 плюс. 5 плюс. То есть, если вдруг в терминатор стреляют из лазерной пушки, Которая, в принципе, пробивает в любую броню пехотную вообще, которая есть. Вот такая вот лазерная пушка. Он может кинуть вместо, не после ничего, вместо своего спас-броска. Не может, а обязан уже будет. Ну, обязан, да. Только инвульд. То есть, у него получается будет бросок не на 2 плюс, а на 5 плюс. Да. Такой же спас-бросок имеют, например, демоны и так далее, и тому подобное. Суть в том, что непробиваемый спас-бросок позволяет вам спасаться практически от всех видов ран, которые вам могут нанести в игре. За исключением некоторых... Того, что убирает модель со стола. Да, да. То есть, попадание орбитального удара, выстрелы с танка в упор, я не знаю, все что угодно. Непробиваемый спас-бросок вас от этого спасет. Обратим еще внимание на что. К вопросу о спас-бросках я предлагаю здесь закончиться. Если с лазерной пушки, вот с этой вот, будут стрелять по бедной культистке. Давай постреляем по культистке. Да, пускай она стоит вот-вот в этом, вот-вот, в этом бульке. Да, давай поставим. У нее, в общем-то, нет. Не спас-броска. Представим, что она стоит все-таки за парапетом, потому что... Да, ну, просто чтобы вам было виднее. Она стоит в ковре. Это спас-бросок за укрытие. Ну, cover safe. Она вроде просто ковер. В таком случае она будет получать... Это руина, в нашем случае. Это будет спас-бросок 4+. За укрытие. Ну, она вот здесь спряталась, что-то на той девочке. Она вот выглянула, там, мечом помахала через дыточку и спряталась. Ну, кто ее вообще видел? Да-да. Бывает спас-бросок 5+. Если это площадный ландшафт, лес и так далее, то он подойдет. Ну, да, например, вот, посмотрите, вот этот холм. Модели, которые стоят на нем. Да, вот как мы договорились с Сергеем, мы согласны книге правил. Будет давать моим скалтам спас-бросок 5+. Но, так как у них есть плащ, который улучшает спас-бросок на 2. И плащ. Да, на 2. То у них будет аж целых 3+. 3+. 3+, да. И, кстати говоря, непроблемый спас-бросок, который у наших терминаторов 5+, он тоже может быть другим. Он может быть улучшен за счет какого-то варгира. Например, терминаторы ультрамаринов. Ну, и многих других, потому что у нас, например, таких нет. Могут носить щиты. Да. Щит это... Непробиваемый спас-бросок на 3+. Это очень сильно. Это очень тяжело убиваемый унит. Но сами подумайте. От обычных выстрелов они кидают 2+, от всего остального 3+. Последний спас-бросок, который, в отличие от остального, не заменяет ничью, а кидается после всего. Да. Называется Feel No Pain. Да. Не зная боли правила. Да. И его может давать наш доблестный медик. Который своему отряду и присоединенному персонажу независимому дает спас-бросок, не ведая боли. Он работает после всех проваленных спас-бросков. Да. Но обращайте внимание, что спас-бросок за броню или непробиваемый спас-бросок может быть только один. Или укрытие. То есть вы выбираете. Или за укрытие. Да. Может быть только один. И выбираете вы лучший. Выбираете лучший. Да. Выбираете лучший. То есть, например, вы выбрали спас-бросок за укрытие, да, потому что ваша броня была прошита этим выстрелом. И вы его провалили, и у вас есть, допустим, вот апотекарий с вами. Да, потому что вашу броню игнорируют этот вестер. Да, да. И потому что спасбросок за укрытие лучше вашего не пробивания своего броска. Да. Вы все провалили. Вы все провалили. Вы провалили свой... И к нам приходит наш доблестный медбрат. Да, например, если у вас такой есть. Да. А если у вас такого нет, то вы можете смело записываться в ряды с ланэш, и мы дадим вам икону. Да, которая дает, не зная боли. Так что же такое не зная боли? Это дополнительный спасбросок на 5+, который, собственно, спасет вашу модель, если по ней нанесена рано. За одним единственным исключением. Если это не рано с немедленной смертью. О которой мы рассказали чуть ранее. Да, о которой мы говорили чуть ранее. Поэтому, если, извините, по вашему десантнику долбанули из ласпушки с 9 силой, то тут уж никакое. Тут апотекарий уже только генная семя сможет забрать. Если сможет. Если там будет что забирать, да. Это да. По-моему, с профилем пехотных моделей мы разобрались. Да. Таким же образом вы сможете найти профиль техники. Который имеет ту же самую баллистику и стороны брони. Брони. Все достаточно просто. У техники нет стойкости. Поэтому, как ее, допустим, убивать? Мы примерно сейчас понимаем, как нам убить пехотинца или монстра. Давай убивать лаской. Давай убивать лаской. Вот, смотрите. Все достаточно просто. Вот у нас есть Рина. Это танк. Да. Как-то странно. Показатель брони у нее спереди это 11, сбоку 11 и сзади 10. То есть, ну, это достаточно практически минимальные показатели. Броня варьируется от 10 до 14. Например, у могучего ландрейдера это 14 со всех сторон. У скромного ворочего грузовика это 10 со всех сторон. Сначала нам нужно использовать свой баллистик скилл попасть в модель. То есть, например, ласкушка стреляет один раз. Поэтому мы берем один кубик, кидаем. Мы, допустим, кинули 3+. То есть, 3, 4, 5, 6. Попали в цель. Так как у нас, смотрите, стрелок стоит спереди лобовой брони, то он будет стрелять в лобовую броню. Всегда модель стреляет по технике, по той броне, которую видят больше всего. Потому что, типа, этот выстрел сделать легче, и в бою там, ну, мало кто будет что-то выцеливать, лишь бы попасть. Мы попали. Но так как нет показателей стойкости, то возникает вопрос, как же это все-таки убить. Мы берем силу оружия, в данном случае это ласкушка, силой 9. И кидаем дополнительно D6, чтобы понять, насколько удачный это был выстрел, насколько меткий, да, насколько он что-то повредил. И прибавляем получившееся число к силе нашей ласкушки. В данном случае 9. То есть мы кинули, например, кинули 5, и прибавляем это к 9, получаем 14. Если данный показатель суммарно равен, допустим, если бы мы кинули 2, это было бы 11, то мы бы нанесли скользящее попадание. И в этом случае мы бы сняли одно очко корпуса с машины. Минус 1. Минус 1 халлпоинт. У Ринки это 3, поэтому, получив 3 таких скользящих попадания, она просто развалится на куски. Так как мы кинули 5 в наших головах, у нас получилось 14. У нас броня пробита, там вот такое вот дупло. Да, то есть если бросок плюс сила оружия вкупе дает больше, чем показатель брони, то это проникающее попадание. И мы кидаем... Нет, мы все равно отнимаем. Мы все равно отнимаем еще один. Да, еще один отнимем. Теперь надо понять, попали ли мы, может быть, в экипаж, или попали в двигатель, или попали в пушку. Да, как это все определить, есть специальная таблица, вы сейчас ее можете видеть на экране. И, соответственно, мы теперь кидаем кубик, чтобы понять, что случилось. Смотрите, мы, например, кинули 4. Если бы, это была бы не лазерная пушка, а просто какая-то абстрактная... Абстрактная, абстрактная пушка. Абстрактная пушка. Про лазерку мы сейчас добавим. Четверка говорит про то, что мы попали в пушку. Мы попали в пушку, поэтому одно из случайно выбранных орудий машины будет уничтожено. У нее только болтер. У Урины болтер, да, поэтому... И она больше не стреляет вообще. Этим оружием. А, никаким у нее топором. Нет, ну понятно. Представим, что если бы это был предатор, у которого 3 пушки, да, то ему, мы бы, соответственно, выбрали случайным образом, то есть по броску кубика, то есть назначили бы 1,2, это эта пушка, там, ну и так далее. То оторвало бы одно из орудий. Собственно, вы видите по таблице тут разные результаты. Можно сломать двигатель. Можно сломать двигатель, можно взорвать машину, можно уничтожить орудие. А давай сломаем двигатель. Давай сломаем двигатель. Давай. У нас же лазка была. Мы вроде как уничтожили пушку. Но вспомнили, что лазерная пушка имеет правило Armour Piercing 2. То есть, что такое Armour Piercing? Вот это показатель АП. АП это бронебойность оружия, которая, собственно, показывает, насколько она легко пробивает пехотную броню и насколько она эффективна в поражении техники. АП 2. Как работает бронебойность? Чем этот показатель ниже, как ни странно, тем лучше. Поэтому, смотрите, вот у нас есть космодесантник. У него броня 3. Ну, отличная броня. У него попали из лазерной пушки с бронебойностью 2. АП 2. Что нам это дает? Если показатель бронебойности ниже, чем спас-бросок цели, или равен, чем спас-бросок цели, то эта броня игнорируется. То есть, вы не можете пытаться даже кинуть спас-бросок за броню, потому что, ну, просто прошивает на спорс. Ну, это просто очень сильное оружие. На технику работает чуть-чуть другого. На технику работает чуть-чуть другого. Оружие с АП 2 дает плюс 1 на результат повреждения машин, вот по этой таблице, о которой мы говорили чуть ранее. Оружие с АП 1 дает плюс 2 на бросок по повреждениям машин. Соответственно, оружие с АП 3 или выше ничего дополнительного по машинам не дает вовсе. Это стоит помнить. Теперь давайте поговорим конкретно об оружии, которое используется в Вархаммере, и вообще, как понять, какое оружие сильнее, какое слабее и так далее. Посмотрим на примере Имперского Болтера, стандартного оружия всех космодесантников. Оно имеет, смотрите, вот видите профиль. Сила 4 и АП 5. Также справа написано тип оружия, рэпид фай, это скорострельное оружие. Мы не будем вдаваться в типы оружия подробно в этом подкасте, потому что слишком долго это можно прочитать. То есть вы видите, как и в ближнем бою, мы тоже будем сравнивать силу против стойкости цели, если мы попали в цель. Сравним лазерную пушку и Болтер. Итак, что же такое Болтер подробно? Сила 4, АП 5. Ну, видите, броня, собственно, бронебойность 5 прошивает насквозь культистов, имперских гвардейцев, орков и в общем все такое. Сила 4, ну, выше среднего. Ну, в общем, в принципе, достаточно средняя сила для стрелкового оружия в Вархаммере, да. Тип скорострельная, то есть стреляет на 24 один раз или на дистанцию 12 или меньше дважды. Но не, если вы из него стреляли, в этот ход вы не можете потом идти в ближний бой в этом ходу. Лазерная пушка. Сила 9, АП 2. Дальность 48 дюймов. Очень, как вы видите, сильное оружие, как вы уже, наверное, сами можете сделать такой вывод. Но это тяжелое оружие. Что это нам говорит? Если модель не двигалась в этот ход, то она может стрелять без ограничений из этой лаз-пушки. Сделать один выстрел. Хэви 1. Видите, у вас пушка хэви 1. То есть можете сделать один выстрел. Но, так как это тяжелое оружие, оно очень громоздкое, из него реально неудобно целиться, неудобно стрелять. Если модель двигалась в этом ходу, то вы можете стрелять только снапшотом, то есть с баллистик скилл 1. То есть будете только на шестерку попадать. Ну, типа на ходу, из ласки, да, как там? Ну, это вообще, как бы, беспредел. Закончилась первая часть нашего обучающего батл-репорта, теоретическая, где мы вскользь покрыли профили моделей, профили оружия, немножко поговорили о технике и типах юнитов. Если вы все это усвоили, можете уже начинать читать книгу правил, потому что вам теперь это облегчит задачу. В следующем подкасте мы обязательно сыграем практический бой на 750 очков, где уже наглядно покажем, как ходить, как стрелять, как биться в ближнем бою и, в общем, так далее. От сих до сих. Надеюсь, мы сделаем невозможное и за два подкаста научим вас играть в Архаммер. Спасибо, что нас смотрели. Сегодня у нас в студии был Сергей Антик. Респект. Как всегда, я и... Шон. Да. Это был Варп Маяк. Let the battle begin. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет, вы смотрите Варп Маяк, первый российский... Всем привет, вы смотрите Варп Маяк, первый российский независимый видеоподкаст о варгеймах, настольных и рулевых играх, эпизод номер восемь. Тереша, извини, на две части придется видео колоть, потому что иначе такой подкаст смотреть не будет. А так интересно вроде, да? Да. Сначала там потихонечку информация. Сравним лазерную пушку и болтер. Да, абсолютный беспредел. Ты тоже заебал? Что? Нет. Ты уже сидишь вот такой, блядь? Нет, я просто слушаю тебя. Извини. Ты прямо интересно рассказываешь? Увлекся, да? Да нет, нет, разводишь. Это был Варп Маяк. Let the battle begin. Все, жми на...